Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Памятник, у которого мы стоим, это, пожалуй, единственный вижевский памятник настоящему рабочему. То есть видно, что это рабочий у станка, что это рабочий, который производил винтовки. Памятник очень выразительный. И, к сожалению, он сейчас руинирован, он разрушается. И были утрачены те доски, барельефы, которые были на этом памятнике, когда он стоял вместе в первоначальной установке. В городе Ижевске есть рабочая группа по празднованию 100-летия революции, Ижевско-Уткинское восстание. В плане рабочей группы записана была реконструкция данного памятника. Но, не знаю, пока никто ничего не реконструирует, никаких досок этих никто не воссоздает. Но надо надеяться, что все-таки это будет сделано. Памятник очень интересен тем, что вот я сейчас стою у него и помню, как год назад мы водили экскурсию по городу, я вожу, слепых. Люди, они не видят памятников, они их только... Некоторые памятники, вот крокодилы, они могут пощупать памятник Трофиму Борисову, который тут рядом стоит, они щупали надпись. Здесь они тоже руками прочитали надпись пастухов. А так как он стоит высоко на постаменте, то я сам встал вот так вот, вот в такую пузу. И показал, как, какова композиция памятника, они это почувствовали. Мы, историки, вспоминаем Ивана Дмитриевича, прежде всего, потому что это герой. Конечно, это герой от слова героика, сильно действующий. И он, и ему подобные герои, как с красной стороны, так и со стороны повстанцев, с белой стороны, все они были героями. Хотя бы уже потому, что за свои убеждения они не просто шли на митинги, там что-то кричали, какие-то лозунги. А они, в общем-то, фактически отдали свои жизни за свои убеждения. Поэтому памятники такие ни в коем случае не надо ломать, ни в коем случае не надо их как-то куда-то там драпировать. Мне кажется, что наши граждане должны видеть памятники и тем, кто защищал советскую власть, и тем, кто ее свергал, поскольку это тоже люди действовали по своим, так сказать, убеждениям. И все эти памятники, они имеют определенный такой морально-нравственный урок для нас, для потомков. Субтитры создавал DimaTorzok